Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Библия ясно говорит, что Бог обладает властью не залагать гордых. И мы видели это в жизненного худоносора. Вопрос, научитесь ли вы на примерах из жизни других людей? То есть, достаточно ли у вас разумения, что когда вы видите, как Бог движется в чьей-либо жизни определенным образом, принижаемы ли они или возвышаемы, можете ли вы различить, что этот человек делает, по какой причине Бог благословляет этого, или наоборот, по какой причине Бог дисциплинирует того человека? Будете ли вы достаточно мудры, чтобы делать вещи, которые приносят благословение в вашу жизнь? Или вы думаете о Боге так? Он благословляет людей по причине этих действий. Но я не буду делать эти действия. Я буду делать что-то совсем другое и при этом ожидать, что Бог благословит меня. Это очень глупо. Нам с вами надо перестать быть неразумными. Нам необходимо понимать, что Божьи принципы, раскрытые в этой книге, нетрудные. Они ясные. Они снова и снова повторяются на страницах Писания, чтобы нам усвоить их, обрести благословение в нашей жизни. И приняв благословение Бога, воздать Ему хвалу, славу и честь, свидетельствуя о том, как чудесен наш Бог. Но люди, к сожалению, медленны на такие дела. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной книгу Даниила, пятую главу. Книга Даниила, пятая глава. В этом месте Писания будет откровение, и это откровение царю будет о суде. Одна из первых вещей, которые мы видим здесь, это то, что Бог постоянно судит царство человеческое. Почему? Потому что Он против царств человеческих. Он за свое царство. Так что вы мужчина или вы женщина, будьте мудры. Стройте Божье царство, а не свое собственное. Потому что Бог... Что ж, мы очень часто видим, как Бог сначала позволяет мужчинам и женщинам достигать высот и выстраивать свое, а затем приходит и все это разрушает. «Не будьте людьми, которые идут против, действуют против Божьего». Что ж, в этой пятой главе мы будем говорить о человеке, который сделал именно так, и сделал он так, потому что был гордым. Посмотрите вместе со мной, пожалуйста, книгу Даниила, пятую главу. Книга Даниила, пятая глава. Вспомните, что мы только что видели. Навуходоносор сказал, что Бог обладает властью смирять гордых. И что происходит? Посмотрите пятую главу, первый стих. Позвольте мне сказать вам, что я провел исследование, прочел книги лучших ученых и сделал вывод, что большинство из них считают, что прошло примерно 20 лет, может, немного меньше. 20 лет прошло с конца четвертой главы до того времени, которое сейчас описывается в пятой главе. Хотя это так исторически, в Слове Божьем одно происходит сразу же за другим. Почему? Чтобы показать нам взаимосвязь, научить нас чему-то. Бог открыл истину. Навуходоносор озвучил ее. Разве не чудесно? Ибо когда человек говорит истину Божью, происходит великая. И Навуходоносор делает утверждение, что в руке Божьей, то есть, что Бог имеет власть смирить гордых, низвергнуть, уничижить их. А этот человек усвоил эту истину. О каком человеке мы говорим? Пятая глава, первый стих. Валтасар, царь, сделал большое пиршество, или праздник, или банкет для тысячи вельмож своих. И что они делали? Конец первого стиха. И перед глазами тысячи пил вино. Там с ним были все эти люди, тысяча человек. И что сделал царь? Что ж, он дал им вино, и сам пил вино перед ними. Что он говорил? Он говорил, и мы это увидим. Смотрите, какой я великий. У меня достаточно богатства, чтобы всем вам дать вина и пить его самому. И обратите внимание, что говорит Писание, выстраивая прогрессию. Второй стих. Вкусив вина, Валтасар приказал, когда его сердце наполнилось действием или влиянием вина, и тут есть нечто. Есть такое хасидское выражение. Оно значит, приносишь вино, выносишь тайну. То есть, есть вещи, которые мы держим внутри себя. Мы не хотим, чтобы люди знали это о нас. Однако у алкоголя и у вина в частности есть свойство открывать тайны, такие, которые надо держать при себе. Тут сказано, что он пил, и когда его сердце наполнилось влиянием вина, обратите внимание на то, что он сказал. Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Новохудоносор, отец его, вынес из святилища, которое в Иерусалиме. Это значит, из храма, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Итак, царь устроил этот большой банкет. Он пьет вино, и по причине воздействия вина он что-то делает. Он вспомнил, что его отец Новохудоносор разрушил храм в Иерусалиме, но прежде взял из него сосуды и принес в Вавилон. И они были в храме его Бога. И вот спустя поколение, что происходит через 20 лет, мы видим человека, называемого его сыном. Есть вопросы относительно буквального значения этого слова, но мы этого касаться не будем. Вот что мы видим здесь. В Валтасаре под влиянием вина проявляется гордость. То, что он на самом деле о себе думает. Он берет эти сосуды, наполняет вином и хочет публично выпить из них. И что происходит? Посмотрите третий стих. «Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты Новохудоносором из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его». Четвертый стих. «Пили вино». И смотрите, что они еще делали. Вот еще одно действие вина, и оно открывает истинное намерение человека. Что происходит? Что ж, четвертый стих. пили вино и славили или хвалили то же слово «богов». И вспомните различие, что произошло после того, как Новохудоносор испытал на себе суд Божий. Ему дана была возможность для восстановления, и он воспользовался этой возможностью. Мы об этом говорили на прошлом уроке. Он воздал Богу хвалу, почтил, прославил Бога и говорил о Нем истину. Он сказал, что это Бог истины и праведности, и он судит гордых. Последнее, о чем мы говорили, это то, что к несчастью спустя 20 лет Валтасар, царь, забыл или проигнорировал послание Новохудоносора. Обычно так оно и бывает. Мы игнорируем истину, восстаем против нее. Итак, четвертый стих. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». А что общего у всех этих вещей? Что ж, они обладают ценностью. Какие-то более ценные, какие-то менее, но они используются для изготовления, для созидания вещей. То есть, это инструменты для действия. А почему это так важно? Потому что мы призваны быть людьми, делающими «Маосим», «Товим», «Добрые дела». И тут эти материалы «золото», «серебро», «медь», «железо», «дерево», «камень» используются для идолопоклонства. А идолопоклонство, может, вы не знали, но в центре идолопоклонства всегда стоит собственное «я» и желание превознести себя. Именно такое и делают эти люди. Пятый стих. Обратите внимание на время Божье. Тут сказано, «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали перед». И здесь стоит арамейское слово «неврошта». На иврите мы бы сказали «минора», «светильник». И опять-таки, за последние уроки я пару раз делился с вами, что одна из причин, почему мы проходим этот материал, это чтобы помочь людям усвоить правильную методологию изучения Писания. И нам всегда надо спрашивать себя, какую помощь дает это слово? Почему это слово в тексте? Любое слово. Какова его цель? Какое значение оно дает тексту? И вот как раз замечательный пример на эту тему. Что я имею в виду? Почему нельзя было просто написать, что персты рук написали на стене? Почему сказано, что перед стеной стоял светильник? И причина вот какая. Светильник служит цели откровения. Он дает свет. Так что появление этого слова в данном отрывке означает откровение для того, чтобы мы усвоили то, что Бог говорит нам. вышли персты руки человеческой и писали перед светильником на извести стены. И опять-таки, это не дворец царя, но буквально царское святилище, куда он ходил и поклонялся, ходил и превозносил себя. Эти две вещи, поскольку он желал поклоняться самому себе. И царь видел кисть руки, которая писала. И вот важная вещь. Посмотрите шестой стих. Тогда это слово означает результат того, что он увидел. И Писание говорит нам, тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи с ресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. И для чего это все? Чтобы сказать нам, что этот человек, царь Вавилона, помните, что у них были обаятели, халдеи, гадатели, мудрецы и так далее, которые приходили и устраивали спектакли, а люди смотрели и, вероятно, радовались, смеялись, видели в этом юмор. Когда фокусник показывает фокусы, люди смеются. Вы видели фокусника за работой? Он показывает трюк, и люди смеются. И источником чего они являются? Радости, ложной радости. А что мы имеем здесь? Мы имеем действия Божьи. Не какое-то ложное сверхъестественное или злое сверхъестественное проявление, к которому привыкли люди. Но Бог действовал. И что Он делал? Рука пришла от Бога. Ее целью было написать, то есть дать откровение. И вот что интересно, посмотрите Писание. Еще раз, шестой стих. «Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Седьмой стих. «Сильно закричал царь». Это показывает серьезность, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, чтобы царь... Он начал говорить и сказал мудрецам вавилонским. Они по-прежнему там, мудрецы вавилонские. Эти мудрецы вавилонские, как и раньше там, снова и снова было доказано, что они лжецы, обманщики, что у них нет никакой силы, но они по-прежнему там, и мы видим что-то еще. Первое, что мы видим, первое, что делает царь, он обращается к мудрецам вавилонским. А почему не к Даниилу? Почему не к евреям, которые были благословением для царя, для его власти? Нет, он снова возвращается, и это показывает постоянную непокорность, нежелание делать должное. Итак, еще раз. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, галдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тут будет облечен вагревана, багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Это показывает, насколько сильно, как сильно царь хочет узнать написанное. Он знает, что написанное на стене очень важно. Он знает, что это неординарное событие, но он призывает мудрецов. И что мы тут узнаем? Посмотрите, восьмой стих. «И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его». Что ж, это по крайней мере третий раз, когда мы видим эту модель. И вы бы подумали, что вавилонские цари скажут, «Зачем мне эти мудрецы? Зачем мне все эти обаятели, халдеи, гадатели и маги? Зачем я им плачу?» Что касается моей ситуации, они никогда ничего не могут сделать. Они не дают мне верного откровения, как снова и снова делает Даниил. Так что они не были способны. Обратите внимание на то, что говорит текст, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Девятый стих. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем. И вельможи или чиновники его смутились или устыдились. то есть они понимали свою несостоятельность. Девятый стих. В девятом стихе мы увидим важное изменение. Мы увидим упоминание женщины. И не просто женщины, но царицы, жены Валтасара. И мы знаем, что жены призваны быть помощницами. Вот почему Бог сотворил их уникально отличающимися от мужчин. Когда я читаю это местописание, знаете, что приходит мне на ум. Мне вспоминается история про Понтия Пилата. Помните, как Понтию Пилату было сказано его женой про Ешуа? Не делай ничего праведнику тому. Какие мудрые слова. Со стороны Пилата было бы мудро послушаться ее. Но он этого не сделал. Но в этом случае мы увидим, что приходит женщина, дает мудрый совет и поистине помогает царю. Еще раз посмотрите 10 стих. Тут сказано, царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала, «Царь, вовеки живи». А это выражение говорит о верности. Когда кто-то говорит эти слова, если они искренни, бывает, что люди говорят такие слова, но не от сердца, как мы увидим в следующей главе. Но когда люди говорят их искренне, это означает, я не против тебя, я хочу быть благословением в твоей жизни, я хочу тебя поддержать, хочу помочь тебе. Итак, она говорит, «Царь, вовеки живи», «Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего». Она говорит следующее, «Не тревожься о том, что ты чувствуешь, и что мудрецы вавилонские не могут сказать тебе значение написанного». А почему? Потому что царица знает, она знает, что есть человек, который может открыть все это, объявил это. Обратите внимание на 11 стих. Царица говорит, «Есть в царстве твоем муж». Обратите внимание, что это уже третий, четвертый или пятый раз, когда используется это выражение. «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога». А почему сказано «Дух Святого Бога?» Две причины. Когда мы говорим о Духе, о чем мы говорим? О порядке. Одно из главных служений Духа Святого — приносить Божий порядок в вашу жизнь, в данную ситуацию. Мы видим это в первой главе книги бытие. Второе — это Дух Святого Бога. Святой Бог — цель. Есть взаимосвязь между порядком и целями Божьими. Если я хочу порядка в своей жизни, я должен стремиться к исполнению целей Божьих. И опять-таки, все, что здесь происходит, это для того, чтобы научить людей о целях Божьих, с тем, чтобы они реагировали послушанием на то, чего желает Бог от них. Смотрите снова. Она говорит, «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. Во дни Отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости Бога. И царь Нова Худоносор, отец твой, поставил его главою Хартумим, тайноведцев обаятели, халдеев и гадателей. Так это и было. Но обратите внимание вот на что. Как я сказал, этот царь Валтасар, хотя Даниил был главным, не пригласил его в начале. И к нему все время обращаются в последнюю очередь. К нему обращаются лишь тогда, когда остальные потерпят неудачу. Почему так? Ну, ответа у нас нет. Но, вероятно, следующая глава объясняет это. Потому что, когда происходят все эти события, согласно Мидраж, раба, раввинским комментариям, Даниил был забыт. Его в начале не пригласили. Потому что, знаете, что он делал? Он молился своему Богу. Он был со своим Богом. И мы увидим указание на это на следующей неделе, когда мы будем изучать шестую главу. Но продолжим. Мы прошли, что Даниил поставлен главой над всеми мудрецами вавилонскими. Сам отец твой, царь, 12 стих. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух. Ведение и разум способны изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Все это в ком? В Данииле, которого царь переименовал Валтасаром. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Вы знаете, что есть у этой женщины? У нее есть уверенность. На чем основано ее знание? На истории. Она жила тогда. Это было, когда она росла. Тогда она, вероятно, была еще маленькой девочкой. Но она слышала эти истории, и, возможно, сама пережила то, что делал Даниил. И вот она говорит, пригласи его. Опять-таки, это мудрый совет. Вот что должны делать народы. Вот что должны делать империи мира. Использовать откровение Божье, которое приходит через евреев. Обратите внимание на 13 стих. «Тогда введен был Даниил перед царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли Даниил один из пленных сынов иудейских?» И это важно, потому что здесь упоминаются пленные из иудеи. Некоторые ученые предлагают другое объяснение, почему Даниила не пригласили с самого начала, и это по причине, о которой мы только что прошли. Он был из пленных сынов иудеи. Иначе говоря, хотя у Даниила было это великое свидетельство верности и успеха, что мы видим? Что они не хотят его использовать? Почему? Первое, что проявляется, и помните вот что, Вавилонская империя была обширной, и состояла из многих, многих провинций. Когда речь идет об обаятелях, халдиях, гадателях, магах, то не указывается, откуда они. Но вот тут акцент на том факте, что Даниил из Иудеи, которых отец мой, царь, привел из Иудеи, повторяется дважды, чтобы сделать на этом акцент. 14 стих, «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе». Опять-таки, в большинстве английских переводов и переводов на другие языки, термин «Элохим» стоит во множественном числе. Конструкция множественного числа, но значение единственного, как и многие слова, к примеру, «Хаим» — множественное число, но переводим мы его как «Жизнь». Мы не говорим «Жизни», как правило, «Рахамим» — «Милость», но мы не говорим «Милости», что не раз мы видим, что слова во множественном числе по форме имеют значение единственного числа. Тринадцатый, точнее, четырнадцатый стих. «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Пятнадцатый стих. «Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. Итак, они все время терпят неудачу, но для них нет последствий, и это хорошо описывает мир. Так происходит в мире. Если мы не будем ходить в свете Слова Божьего, мы будем делать одну и ту же ошибку снова, снова, снова и снова. мы не будем учиться на своих ошибках, этот мир не меняется. Мы снова и снова видим, что приходит тиран и уходит, но на его место приходит новый. К примеру, посмотрите на ближневосточные страны, все одно и то же, почему так? об этом-то мы и читаем сейчас. Причина в нежелании принять откровение, которое приходит через еврейский народ, через Слово Божье. Итак, мудрецы не смогли, 16 стих, а о тебе я слышал, что ты можешь объяснить значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, а это царская одежда, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org, там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео, вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с ним. Шалом из Израиля. Израиля.